СТРЕЛЬБУ Его друг Александр Дутов получил пулевое ранение в левую руку. А у самого Олега Шишова разбит глаз и рассечена бровь. Был бы конфликт на день рождения. На сегодня приехали люди. На шести машинах ко мне домой. С угрозами жизни, здоровья. Всех порежем, всех убьем. Гранату еще обещали. Они начали ворота ломать, сломать, требовать. Взяли какое было у нас вооружие, личное, мое. Вышли, выяснили, в чем он все делал. Ну, по сути, тут две-три минуты и все началось. В итоге Олег Шишов добровольно явился в полицию. С собой он принес карабины и травматические пистолеты. Сам он также заявил, что правоохранительные органы должны задержать всех людей, которые приехали с оружием к его дому. Ну, а тем временем в соцсетях уже начали сбор средств для оказания помощи раненым, а также семьям погибших в перестрелке в Екатеринбурге. Эта перестрелка произошла 3 сентября. Олег Шишов открыл огонь по приехавшим к его дому людям. В результате 9 человек были ранены, двое из них позже скончались в реанимации. Следователям предстоит выяснить, кто первым открыл огонь, и как Олег Шишов стрелял на поражение, или это была необходимая самооборона. Впрочем, сам он заявляет, что вел огонь исключительно из травматического оружия. Примечательно, что свидетели конфликта, которые находились в его доме, избегают общения с полицейскими и пока никаких комментариев не дают. Впрочем, равно как и те, кто приехал к дому Олега Шишова. Не хотят меня общаться. У нас еще одна. Инцидент в Екатеринбурге. Прямо сейчас обсудим с вице-президентом национальной экспертной палаты Михаилом Цивиным. Михаил, здравствуйте. Как слышите меня? Вот это решение правоохранительных органов отпустить стрелка под подписку о невыезде, хотя в тот же самый момент он как минимум убил двоих. Вообще это прецедент нормальный с точки зрения юриспруденции или нет? С точки зрения юриспруденции это допустимо, потому что это принято решение судьей. В законе это не ограничивает суд от принятия такого решения. Это может считаться прецедентом, потому что такого плана решения принимались раньше очень редко. Сама по себе история довольно странная. Непонятно, почему тот же Шишов при нападении на его жилище немедленно не сообщил в полицию и не вызвал сотрудников для решения этих вопросов, чтобы могло предотвратить жертвы. Непонятно, из какого оружия он стрелял и кто и почему нападал на него, столь жестоко стреляя и разрушая его забор или жилище. Я уже не помню точно что. Но в сущности это может быть прецедентом, как вот такое яркое, смелое решение суда. Хорошо, а можно ли назвать данное решение суда, подписки о невыезде, хорошей тенденцией для самого Шишова? Ведь сначала сообщалось, что двоих убил и возбуждены очень серьезные уголовные дела по очень серьезным статьям. Это убийство двух более лиц, незаконное хранение оружия и так далее. А сейчас его отпускают под подписку. Неужели все меняется в этом деле и следователи уже точно знают, кто был зачинщиком этой перестрелки и кто тут виноват? Мы с вами не можем сейчас говорить, что меняется в этом деле и какие у следствия есть факты. Это как раз и задача следствия добыть эти факты и провести следствие. А задача суда эти факты изучить и материалы следствия и тогда уже принять решение. Вот, например, я просто в порядке, так сказать, такого примера приведу, что сейчас Шишова отпустили от подписки о невыезде, но если в ближайшее время будет выяснено какие-то отягчающие обстоятельства в его действиях, то суд может немедленно принять решение о его аресте, если они сочтут, что он является социально опасным, что он может скрыться от следствия, что он может влиять на свидетелей, если такое будет иметь место и так далее. Но в данный момент вот суд принял такое решение, у него нет конкретных фактов. Мы говорим, два человека умерли, но есть доказательства, что их убил Шишов? Да, конечно, но о том, что он не собирается скрываться от следствия, именно Шишов, говорит тот факт, что он сам пришел и сдался правоохранителем именно с оружием. И плюс его жена неоднократно уже заявляла о том, что на его семью, в общем-то, оказывается давление. Спасибо вам большое. На прямой связи со студией был вице-президент национальной экспертной палаты Михаил Савин. Мы обсуждали историю Екатеринбургского стрелка.